Откуда хоть держите? С кафе. С Харькова едете? Или дальше? Вы можете, ну там, суд с коейного пропорушивания, причины запинки и что? Причина остановки? Да. В ходе проведения операций, которые проходят на территории Украины. Проверяем транспортные средства, пассажиров, водителя, личные вещи. Досматриваем. Досматриваем? Что за операция хоть проходит? Хотите уточнить? Ну, хотелось бы понижать. Вон есть телефон дежурной части, если вам скажут они. А зачем дежурная часть, если вы меня останавливаете в рамках? Я вам объяснил уже. Если что-то вам не нравится, значит набираете и спрашиваете. Мне не нравится, который вы не знаете. Водительская этих паспорт дайте, пожалуйста. У меня нет этих паспорта. Тогда свидетельство о регистрации. Секундочку, инспектор. Я не тороплюсь. Вы сказали в рамках операции. Какой операции? Что за операция проходит? Ну, вы как посудовый особо, как инспектор ГАИ. Мне, как водителю, должны пояснить. Операция антитеррор сейчас идет. Да. С какой по какой? С какой по какой, кем подписано и, пожалуйста, все, что хотите. Водитель, водительское удостоверение этих паспорт. Я могу узнать, операция с какого по какой прохода? Я вам еще раз объясню. Это я вам объясню. Если вас это интересует, вон телефон дежурной части. Не, не вон телефон. Вы посудовый особо, это мает мне. Мы всего лишь спрашиваем то, что можно спросить. Я же не, я же не ничего. Я вам еще раз объясню. Мы же не требуем показать нам бумагу. Скажите, с какого по какой, кем подписано. Пожалуйста, берите все в руки. Подписано. Министром, но принесли. Фамилия? Числа есть от какого? Может, она закончилась уже? Она не закончилась. Ну, а как заявить? Я же вам еще раз объясню. Если мои действия будут неправильные, пожалуйста. Сень, подойди сюда, пожалуйста. Все, я знаю, мальчик. Здравствуйте. У нас разделение милиции. Чем приятно? Откуда с нами? С Украины. Ничего запрещенного. Они привозят оружие для самообороны. Слава Богу, нет. На Киев ели? Не на Киев. Они едут непонятно куда и откуда. Ну, непонятно куда и откуда. Едем, мы с кафе едем. Он спросил, откуда мы едем. Непонятно куда и откуда. Документы не... Инспектор, не наворачивайте. Мы вам сказали, что документы мы вам покажем. Инспектор подошел, говорит, проходит в рамках Украины операция. Мы говорим, будьте любезны. Секундочку, вы же позвали человеку. Я вам уже объяснил водитель. Смотрите, инспектор, мы можем с вами решить это в правовом русле, либо в том, в котором вы пытаетесь это решить. Мы всего-навсего хотим знать суть этой операции. Я вам уже сказал. Нет, ну так извините меня. Да, он уже сказал. Как вас зовут, извиняюсь. Меня зовут? Да. Я вам представился. Прапорщик Бобров. Прапорщик Бобров. Будьте любезны тогда. Если так, действовать будем по процедуре. Показывайте службовое просвечивание, достаньте значок. Что здесь такое? А что ты понял? Мы что-то делаем неправильно? Мы по вашему мнению. Все правильно. Смотрите, 7 апреля проводится антиэлектрическая операция. По Харькову, Донецке, Волганске. У нас из-за сражения надо осмотреть всех финансового русла. Понимаешь? Вот человек докладывает. А я вам еще раз объясняю. А если я вам скажу, что вы знаете числа или что, объясните мне. Конечно, у меня календарь есть. Понимаете? Инспектор, знаете, что мне интересно? Что вот подошел человек, без зазрения совести, от зубов отлетает, рассказывает. А вам, извините за народное уважение, западло даже объяснить причину остановки. Мы вас просим о том, чтобы вы нам сообщили, в связи с чем вы нас остановили. И вас это удивляет. Вам сказать, до какого числа она идет? Почему бы и нет? Вот вы мне объясните. А вы узнаете, до какого, если я вам скажу, что идет она до 27 декабря. А я вам объясню, для чего мне это надо. И что, и вы скажете да? Вы согласны? Я вам объясню, Бобров, для чего мне эта информация нужна. Да, объясните неизвестный водитель, для чего мне эта информация нужна. Это для того, чтобы, когда я приду домой, и после того, что покажу удостоверение и прочее, прочее, что вы требуете, я опишу инвестиционный запрос, что меня был остановлен в городе Харькове, инспектором Бобровым, который мне сообщил, что проходит операция антитеррор, с такого-то, по такое-то число. И попрошу МВД подтвердить, является ли эта информация верной. Если да, вопросов нет. Если же нет Боброва, я тогда напишу встречное заявление о том, что ваши действия были неправомерны. Вот для чего я спрашиваю, что вас так удивляет? Ничего не удивляет. Просто я вам объясняю, вот вы сейчас потеряли, понимаете, уже 10 минут времени, вместо того, чтобы просто... Бобров, ради того, чтобы соблюдать порядок, порядок законодательства. Я же вам объясняю, смотрите. Ради того, чтобы соблюдать порядок и процедуру, мне никакого времени не жалко, поверьте мне. Да хорошо. Никакого. Но на скоком так просто, просто подойдите, вот человек потратил полсекунды, полминуты, для того, чтобы объяснить. Вопросов нет, вы стоите торгуетесь больше. Я не торгуюсь, это вы торгуете. Давайте, то, что я попросил, сделайте, я вам покажу все документы. Что вам показать? Значок, удостоверение, я вам все показываю. Я вам подоставлю, значок и удостоверение. Вы доставляйте свои документы. Достань ему. Дай мне, перед девочкой порисоваться. Перед девочкой? Перед какой девочкой порисоваться? Я что, девочкой? Ну да. А в чем проблема? Я не могу понять. Я же говорю, я тоже не понимаю, что проблема. В чем проблема? Я тоже понять не могу. Работник в милиции оформил, будьте любезны по прогрессу. Я еще вас прошу, я вас предъявить документы, просто предъявите, идите дальше. Никаких проблем. Раз вы, раз диалог подняли. Да, спасибо. Вы, раз тоже обратились, я тоже с вами познакомлюсь сразу. Не, я к вам не обращаюсь, я вам просто поясняю. Не, ну это обращение гражданина. Не, 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 если я к вам обращусь, то я к вам обращусь, я вам представлюсь, подойду и... Секундочку, вы сейчас с кем общались? Я вам рассказываю. Вы кому, мне рассказываете? Вы ко мне обратились. Правильно, это обращение. Это обращение, достоверение покажите. Покажите, все. Меня не надо качать. А я не кричу, я громче, чтобы слышно. Ну так покажите удостоверение. И значок на видное место повесьте, пожалуйста. Да, это тоже, покажите. Я хочу отчет, пожалуйста. Мы требуем выполнения закона. Требуем выполнения закона. Значьте, пожалуйста, на видное место обои повесьте. Бартынинка, Андрея Григорьевна. Я требую выполнения закона. Секунду, я ничего не вижу. Инспектор ДПС. А что вы только рассказывали, пока свои функциональные. Расскажите, пожалуйста, функциональные. А что мы сделали не в рамках закона сейчас? Дорожного движения. Я бы сейчас остановил работник Мелизы. Если вы подозрали что-то там, если он не работник Мелизы, там есть телефончик, черговое частины. Так а зачем? Для этого есть удостоверение. Мы попросили, вы показали. У нас знак, мы хотите посмотреть. Все, спасибо. Так он должен быть, ну не хотите посмотреть, он должен. Он должен висеть. Вы не поняли, если вам надо, я ему покажу. Не надо. Что еще раз? Этот значок предусмотрен, что даже его просить не надо. Я сам глянул и все, он должен на видном месте. Так описано в инструкции МВД 111, вы знаете об этом? 111 приказ, правильно. Смотрите, чтоб потом не пришлось туда нырять в дверь. Не переживайте. А что мне переживать? Это вы переживаете. А мне что переживают? У меня руки трусятся? Ага, так давай. Пальцы у вас прибежат. Резинку надо сменить у вас сзади, вы знаете? А, там уже одни в Виннице инспектора недавно резинку сменили. Вы не видели видео, нет? Я говорю, инспектора в Виннице недавно резинку сменили. Два блока взяли. Два блока резинок взяли, сменять. Не видели, нет? Посмотрите. Еще раз, в смысле? Ну, посмотрите в интернете. А с машинкой, наверное, вы выйдете все для начала. А для конца шоу? Посмотрите, да, что вы выходите. Едите себе нормально, хорошо вы не понимаете. А то вам так все смешно, вы смотрите. А я должен плакать при виде инспекторов? Я вот не могу понять. Я, по сути, ее вести надо по-человечески. А то вы так как-то себя возомнили, что вы боги или, я не знаю, кто вы. Что вы так себя ведете перед инспектором. Стоит прах вообще, да, ему уже чуть ли не лет 50. И что теперь не делать? А вы так себя ведете, как будто вот на руке. А как, вот объясните, как мы себя ведем? Соблюдение законов, Конституции? Нормально пусто на себя, да. Вы грубим вам? Не, видите, нет. Ну, просто как есть человеческие отношения, есть нечеловеческие. Вот вы же ведетесь так высокомерно, что вы такой, знаете... Соблюдение законов Украины и Конституции. Вы считаете, это высокомерное поведение? У нас багажное распределение, просим открыть. То есть даже не дохода. Астамат просто отпустить надо или что-то. Астамат, просто отпустить надо или что-то. Смотреть транспортное средство, человек не хочет. Оторвать. Что перевозят тут? Какое поведение, да, интересное. Я думаю, что сейчас ребята из первых уст узнают просто. Вы можете за нас не говорить. Управление... Управление... Управление. Сюда поставлено, чтобы заниматься этими делами. Смотри, сейчас, секундочку, пожалуйста. Я четко в ствол смотрю к вам. Не, не, мне не надо. Владимир Васильевич, я просто хочу по имени общества обращаться. Смотрите, мы абсолютно не против того, чтобы... Я просто объясню вам ситуацию не со слов инспекторов. Инспекторы остановили нас в рамках операции антитеррона. Документы показали. Все показали, без каких проблем. Мы показали свое удостоверение. Мы сейчас, я закончу и вы. Мы абсолютно не против того, чтобы я санкнулся в автомобиль. Но мы как бы хотели бы сделать это при понятых и проходить досмотры. Давайте, если вас устраивает, мы сейчас останавливаем две машинки. Просто двух людей. Все, ребята. Они становятся рядом. Мы посмотрим машинку и все. Никаких проблем. Да, да. Ну, я бы не жаловно писать. Выходи, я в правду. Все, выходи. Здравствуйте. 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 Мы сейчас заполним книгу, жалобы не против? Все в порядке? Да, вы заполним. Да, вы заполним. Да, все в прошлое даже. Да, я паспорт. Да, я паспорт. Да, я паспорт. Да, я паспорт. Так, я шоу сказал. Мы недавно с Юршовом разговаривали. Хотите, заходите на пост, пишите. Паспорт они не надо. Ну, меня Виталий зовут, его Саша. Ну, я Раша. У меня Косенко, у него Куницкий. Еще надо такая информация? Вы оттуда где живете? Зачем? Вы только что смотрели документы? Где живете? Зачем? Где я живу? Вы же вы сепаратист. Нет, я не сепаратист. Откуда я знаю? А зачем вы сепаратистом меня называете? Я не сепаратист, я нормальный человек, меня проверили. Вы похож очень сильно на него. На сепаратиста похож? Да, да. Ребята, ребят, подожди. С каких я на сепаратиста похож? Нет, ну вы атакуете тут. Нет, я не сепаратист, вы меня знаете, я с вами уже здесь беседовал неоднократно года два назад. С вами не беседовали. Не кричите, подождите, вы сегодня по зву показали документы, обостреляющие листы. Он не показывал ничего. Я тебе пассажир буду писать жалобу, в чем проблема? Зачем? У нас не паспортный режим, я пришел на пост. Ребят, ну вы послушайте секунду. Вы хотите написать заявление? Нет, нет. Книги жалобы. Вы спишите ее. А с 170-го года. Для начала вы покажете мне паспорт. С чего? У нас не паспорт. Вы заявляете с жажданином Украины. А что, у нас жалобы только от жажданин Украины может писать? Это Майдар стоит, может их позвать? Конечно. Ребят, можете позвать Майдар, никаких проблем нет. Мы это кто? Давайте документы. Люди обычные. Документы покажите. Покажите, пожалуйста. Покажите, пожалуйста. Вы очень умы. Дай мне. Ну покажите, кто ты уехал. Может вы просто посторонний человек? Может вы террорист? Я в присутствии инспектора заполняю книгу. Даже террорист может заполнить это. Если вы считаете, что я террорист, вызываете сок и меня запакуют. В чем проблема? Подтверждение листа. Ребята, у нас не паспорт на режиме пока еще. Вы не поняли. Это вы не поняли. Любой человек может попасть к ворсина. Еще раз я вам поясняю, водитель, если вы не поняли. Покажите, к вам вопросов нет. Вы можете написать, что саженец, там пускай стоит отсюда. А почему? Потому что вам двоемся сделать нечего. Один напишет. Нет, он тоже хочет написать. Он уже свидетель. Он потом зайдет и будет тоже писать. В смысле потом? В чем проблема? В чем проблема? Ну зайдет сейчас он один для начала. Вы ходите по очереди? То есть идите вместе с вами. Я буду стоять с ним. Вы ходите по очереди. Я замерз. А потом у вас машина есть. Он вас позовет. Я еле через пешеходный переход. Он вас позовет. Вы придете и напишите то, что вы желаете. Мы заходим на любой пост всегда. Я ищу. Там вы заходите и велк. Вы заходите по-хамски. В Херсоне там где вы там. По какому хамски? По-хамски вы ведете вы без значка. По-хамски. По-хамски. Все это хорошо. Как это хорошо? Взрослый человек. Вам уже несколько лет. Вам больше. Правильно? Вы ходите с ним. А ведете себя по хамски. А вы на данный момент проследуете. Транспортное средство. На какого товарища? Вы будете там. Ваш товарищ напишет заявление. Он придет к вам и скажет. Он написал. Вы подойдете тоже напишите. Нет. Я напишу так вот как надо. Вместе с ним. Виталий, подожди. Я напишу. Никаких проблем. Вот тут вот. Не холодно. Я понял. Знаешь, тут два вызовут. Зачем меня не вызывают. Все без проблем. Давайте. Ребята. Давайте. Я пока буду писать. Ручка нужна. Я вот не могу понять. Вы все время говорите о том, что вас кто-то провоцирует и кто-то делает какие-то спокойные руки зашли. Вы уже провоцируете везде. Уже надоели вашу чепуху, которой вы занимаетесь здесь. Хорошо. Скажите, а вот то, что ваши напарники, ваши напарники, ваши сослужители, берут взятки презервативами на людях. Вы считаете это нормально? Так как? Ну вот, ребят, ну вот как. Давайте мы не будем. Вы отпишите. В Венеции остановили человека. Залезли так же в багажник. Вот как он просил. Откройте, пожалуйста, багажник. Идет операция антитрон. Человек открыл. О, что ты везешь ты? Ну то в арбизу. О, ну давай. Забрал две пачки. Зачем презервативов? Зачем? И ушел. Водитель. Зачем? Водитель. Водитель. Я вам сказал, что в вашу машину никто руками не будет залазить. Я вам сказал. Послушайте. Водитель. Поэтому будьте довольны. Пишите то, что вы считаете нужным. Напишите. Подпишитесь там. И все. Просто ожидайте в транспортном средстве. Ваш товарищ напишет. И продолжайте движение. Потом мы дискутируем не о том совершенно. Эти дискуссии, они никому не нужны. Вы меня просто отвлекаете от службы. Просто пишите. Пожалуйста, пишите. Так вы сами со мной разговариваете? Пожалуйста, пишите. Я еще со мной говорю. Вы отвлекаете меня от службы. Чем? Там террористы могут ехать. А вы занимаетесь ерундой здесь сейчас стоите. Товарищ дорожный контроль. Меня поняли. Голос на меня повышать не надо. У вас туда надо. Туда вот. В ДНР. С автоматом и бронежилет. Меня поняли. Голос на меня повышать не надо. А тут выездили. Тусню наводите. Пишите быстрее. Пишите быстрее. Езжайте. Меня отвлекаете. У меня люди стоят. Давайте вы будете разговариваться. Я говорю, быстрее пожалуйста, пишите. Вы меня отвлекаете. Я вам еще раз говорю. У меня здесь трасса. Голос повышать не надо. Я говорю, пожалуйста, записывайте, что вы хотите. Езжайте. Вас не задерживает никто. Я не задерживаю. Пожалуйста. Спасибо. На здоровье. Стулочком присаживайтесь. Напишите. Оставьте свои пожелания. Что вы там хотите. Пожалуйста. Езжайте. Да вы пожалуйста помолчали б уже. Я б дописал. А то вы такие смелые. Я смотрю. Вам тут в охрану дали. Вы крылья расправили. Это же время закончится. Ребят. Саша, ответь. Я не знаю. 18. 10. 14. Мы прочитаем. Я зритель. Пытался пройти на пост. Зашли. Отчего услышал в свою сторону грубости от инспектора о том, что я сепаратист. Грубый разговор. Повышение голоса. Указал ваш номерочек. Видео я покажу в департамент. Все хорошо. Написали? Хочу провести служебную проверку. Чтобы провели служебную проверку. Написали? Чтобы увели себя культурно. Мне времени нет выслушивать вас. Пожалуйста. Написали. Пожалуйста. Извините. Ну извините. Не сильно меняется с вами времени. Я не извиняю вас. Я не спрашиваю. До свидания. До свидания. Редактор субтитров. Корректор Ч. Ев Oz